С июля 2013 года при Славянском роддоме открыто отделение патологии новорожденных. Подобные на Кубани существуют только в таких крупных городах, как Кропотки, Новороссийск, Армавир и некоторых других. Открытие отделения в Славянском роддоме стало возможным благодаря накопленному опыту, профессионализму персонала, а также новому оборудованию, приобретенному в рамках национального проекта здоровья. Оно позволяет проводить все необходимые мероприятия, важные для нормальной жизни детей, рожденных с патологиями, уже в первые минуты жизни. Малышка Ника немного поторопилась встретиться со своими родными, а потому появилась на свет, чуть-чуть не дотянув весом до двух килограммов. Уже две недели под круглосуточным наблюдением врачей в палате отделения патологии новорожденных девочки помогают лучше адаптироваться к жизни и начать уверенно набирать вес. Мама Татьяна на дочь не нарадуется. Спит, дитя хорошо, ест хорошо, да и в целом атмосфера в отделении царит хорошая. С момента открытия отделения, а это всего чуть больше полугода, здесь помогли адаптироваться к новой жизни уже 160 деткам, родившимся с различными осложнениями. Заведует отделением врач-неанатолог с большим стажем Владимир Чабанец. В Славянский роддом он пришел работать в 1994 году. С 2002 возглавил реанимацию новорожденных. За эти годы, говорит Владимир Иванович, в роддоме удалось значительно снизить детскую смертность. Уже лет 10 она остается стабильно ниже среднекраевых показателей. Благодаря современным технологиям в руках опытных врачей и медсестер сегодня растут даже такие крошки, которые при рождении были меньше ладони врача, а весили меньше полкилограмма. Наша цель – оказание квалифицированной медицинской помощи любому новорожденному ребенку и оказание максимального внимания и доброжелательности отношения к женщине, которая родила здесь ребенка. Самое главное – это профессионализм и доброта. В палате реанимации новорожденных обычно находятся от 5 до 7 детей. В первые месяцы своей жизни они проводят в специальных кювезах, которые позволяют создать необходимую крохи атмосферу. Современная техника может поддерживать и стопроцентную влажность, и постоянную нужную температуру. Сама измеряет биометрические показатели. Отделение оснащено специальными гипоаллергенными катетерами, дорогостоящими лекарствами. Но одной техники в работе недостаточно. Круглосуточно в палате реанимации дежурят медсестры. Ими отделение укомплектовано полностью. Причем к подбору младшего медперсонала здесь подходят серьезно. Нужно, чтобы человек мог выдержать моральную нагрузку, обладал хорошей способностью к обучению и работе с техникой. А о том, как эти медсестры умеют ставить капельницы и уколы, впору слагать легенды. Улыбчиво и доброжелательно, и видно, что здесь работают по призванию. Если бы не нравилось, мы бы здесь не работали. Попадая в тихие коридоры отделения, невозможно увидеть весь титанический труд, который персонал прикладывает для того, чтобы каждый ребенок, рожденный в Славянском роддоме, имел право на жизнь. Но глядя на результаты этой работы, видна огромная польза, которую приносит социальная политика государства. Политика, направленная на создание условий для комфортной жизни и здоровья нации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова